Начнем мы с вот чего. Сегодня мы пригласили ветеринарную службу. Здесь у нас, да? Вы представитесь, хорошо? Значит, мы пригласили. У нас очень много вопросов идет по ситуации с птичьим гриппом. И очень много толстых и рисудов идет, всяких разговоров, как среди населения, так и среди должностных лиц. Поэтому, чтобы из первоисточника, так сказать, услышать, что происходит сегодня, мы пригласили сегодня представителей ветеринарной службы, чтобы они нам ситуацию коротко прояснили. Ну и Наталья Сергеевна, я думаю, тоже немножко прокомментирует нам, да? Поэтому, пожалуйста, вы представьтесь и так заложите нам ситуацию. Я являюсь заведующим в Софринской участковой ветеринарной лечебницей, и Духием Денис Леонидовича. Хотел бы немножко сказать по той эпизодистической ситуации по птичьему гриппу, которая у нас сложилась в области Московской. В частности, у нас в некоторых районах Московской области произошла вспышка птичьего гриппа. Первый у нас начался в Сербии-Пасадский район. Как бы будет СГЦ смена 1 марта, соответственно, в областной ветеринарной лаборатории было установлено, соответственно, наличие вируса гриппа, птиц. Это у нас тип А. Соответственно, затем, после того, как в областной ветеринарной лаборатории был установлен этот тип, отправлено было все данный материал в неизыже, то есть, который окончательно поставил диагноз, что в СГЦ смена присутствует тип А вируса птичьего гриппа. После чего на данном предприятии был организован пост ветеринарной лаборатории, проводятся и до сих пор проводятся мероприятия, направленный на комплекс мероприятий, в соответствии с приказом Минсельхоза России, номер 90, в утверждении правил по борьбе с гриппом птиц, который влечет за собой достаточно серьезные мероприятия, то есть, на данном предприятии не отпускаются посторонние лица, проводится комплекс по уничтожению бескоронным методом птицы, больной птицы, естественно, павшей птицы это происходит, сжигание прямо на территории, соответственно, без выпуска ее на, куда-то за, вне территорию. Достаточно серьезные меры принимаются, потому что дальше у нас складывается таким образом, что у нас дальше идет СГЦ Загорская, это тоже Сергея Посадский район, 3 марта также было подтверждено, что у нас был выявлен грипп птиц, дальше складывается, затем у нас на территории Орехово-Зоевского района, затем Можайский район, это в личных подсобных хозяйствах, также был выявлен грипп птицы, отправлен в лабораторию, был подтвержден грипп птиц. И самое такое, что у нас коснулось, это у нас в городе Пушкино, на улице 1-й Серебрянской, 2-й 13, это у ЛПХ квартальной ОВЭ, был также выявлен падеж, соответственно, выехала госслужба туда, в частности, я тоже там участвовал в ликвидации очага, соответственно. Выясняется, что данная женщина приобрела птицу в СГЦ Смена Церебряного Царского района, в количестве у нас 45 голов она приобрела, она приобрела 22 февраля птицу, 27 февраля у нее начал падеж, то есть частично птица начала болеть и с поля, которая у нее содержалась, пошел падеж, и та птица, частично, которую она привезла, уже упал в этот момент. Вторая же Марта, когда было выяснено, что у ее падеж, она, то есть, из каких-то побуждений, собрала упавшую птицу, в мышки затарила, и, соответственно, как бытовые отходы, в мусорку, то есть в баке, эту всю птицу, соответственно, выбросила. То есть вот этот момент, то есть как гражданский даже момент, который, зная то, что птица, это инфекционное заболевание, которое передается и человеку, то есть человек тоже может болеть. Но на данный момент хочу успокоить, потому что данный вид, данный подтип, который был выявлен у нас на Московской области, человек не болеет данным подтипом. То есть здесь уже немножко пока, пока есть послабление, но на данный момент все знают, что вирус гриппа, он очень часто мутирует. Очень часто мутирует, и на данный момент заболеваемости человека в Московской области нет, но все представляют, что такое вирус гриппа. То есть к этому нужно отнестись тоже серьезно. Затем, соответственно, в ЛПХ портально, где мы выявили этот грипп, соответственно, было оттуда на пробы, лаборатория подтвердила, также это типа, вирусы гриппа птиц. Проведены мероприятия, полностью очаг ликвидирована, вся птица оставшаяся, которая была живая, она была уцеплена бестеринным методом, было проведено сжигание прямо на территории, частно, на ее территории, всей птицы оставшейся, и та, которая пала, и та, которую усыпили. Пройдена дезинфекция полностью, там мест, где содержалась птица, все очищено, взяты, исследованы, взяты соскобы на качество дезинфекции, то есть отчаг на данный момент, который был у нас вспышка, он на данный момент был конкупирован. Все документы, которые необходимы были для наложения ограничительных мероприятий, отправлены в администрацию губернатора Московской области, на данный момент это все в работе, то есть по всем вспышкам, которые у нас прослеживают Сергей Посадский, район Кушкинский и остальные, на их возрастах будут приняты все мероприятия, проводятся мероприятия и будут наложены определенные ограничительные мероприятия, в частности на данный момент. Дальше, соответственно, по тому моменту, когда она была, твердые бытовые отходы, она выбросила птицы, упавших, да, упавших госветслужбам, мы, в частности, выехали у ЭКОН, проверили немало времени на том, чтобы отыскать этот мешок, с этой птицей, которая упавшей, в частности, много времени на это было потрачено, в частности, мы потом, все-таки, мы его нашли, то есть, но она сначала показала, какие мешки у ее, то есть, мы нашли эту птицу, эта птица была также сожжена, то есть, не выходя за территорию этого ЭКОН, пройдена дезинфекция места, то есть, другие, место сортировки, твердых бытовых отходов, где это нашли, соответственно, то есть, были проведены все мероприятия, которые необходимы в соответствии с правилами, утонулируемой. Таким вот образом. То есть, это такая ситуация, сложившийся по грибам птицы, она достаточно серьезная, то есть, и здесь мне нужно проявлять тоже и гражданскую позицию, в том, что, когда, например, вы видите, то проводится несанкционированная продажа любой продукции животноводческой, ну, в частности, сейчас, включая это птицоводческую продукцию, это яйцо, это птица, и живая птица, соответственно, и птица уже, продукция птицоводческая, несанкционированная. То есть, здесь тоже нужно проявлять гражданскую позицию в том, что, во-первых, это не покупать эту птицу из ветеринации, сопроводительную документу и, соответственно, сообщать органам. Во-первых, это сообщать государственную территориальную службу, а затем эти несанкционированные торговли должны также пресекаться и сотрудниками МВД, и администрация тоже должны мониторить ситуацию, проводить. Это по этому моменту вчера, в частности, было совещание в план управления территорием, где присутствуют представители администрации, губернатор Московской области и администерство хозяйства были представители. То есть здесь уделяем большое внимание администрациям сельских, поселения, городских, округов, городских поселений на то, чтобы действительно на данный момент пресекать несанкционированные торговлю всеми видами животноводческих продуктов. Здесь администрация должна отличаться в большей степени мониторить то, что происходит на территории, на местах, то, что все видят, все знают эту ситуацию. А так, исходя для того, чтобы, например, для профилактики при условиях сейчас, в котором сложилась ситуация у нас на территории, в том числе, можно сказать несколько слов. То есть, для того, чтобы, соответственно, за птицей, многие имеют лично пособное хозяйство, у многих есть птица, для того, чтобы обезопасить себя, не допустить, например, возникновения и, например, дальше распространения данного вида заболевания, во-первых, про несанкционированную дорогую я уже сказал, то есть, живую птицу не покупать, ни на обочине, соответственно, без документов. И сейчас, на данный момент, вообще обезопасится покупки живой птицы даже с крупных предприятий, потому что ситуация достаточно серьезная, потому что среди посадки и смены достаточно крупные предприятия, и вот так возникла вспышка пошла именно оттуда. А это предприятие работает с многими и частными лицами, и с крупными предприятиями не только Московской области, но и других регионов, других субъектов Лицейской Федерации. То есть, распространение действий возникнет может. Затем, соответственно, вы птицу уже не покупаете, обходитесь своими силами, то есть, своим поголовьем обходитесь. Дальше, соответственно, необходимо периодически проводить дезинфекцию мест содержания птицы, то есть, есть средства, которые могут присутствовать даже птице, проводить дезинфекцию. Если нет таких средств, можно птицу отсадить в сторону, провести дезинфекцию. тщательно убираться места содержания птицы, насерсты, соответственно, под насерстами вся территория убирается, моется, дезинфицируется. И также, если есть возможность, если клетки не решетчатые, например, деревянные, провести подбелку в негашеной езвести, в негашеной езвести. То есть, это еще один момент, что может себя обезопасить. Дальше мы идем, соответственно, на большое внимание необходимо уделять дикой и синантропной птицей. То есть, был выявлен также факт возникновения грипа птиц, это у нас полдикой птицы. То есть, также был проведен отбор проб павших птиц на территориях, не московской области, и, соответственно, где также был выявлен грип птиц. То есть, не забывайте, когда птица, если у вас есть ЛФХ, соответственно, птицы, когда дикая птица залетает на территории, здесь момент еще содержания кормов, чтобы минимизировать доступ дикой птицы к вашим содержаниям к вашим кормам. То есть, где у вас содержится корма, сено, и все, что-то может, тяпилки содержатся. То есть, необходимо четко контролировать содержание и хранение своих кормов. То есть, чтобы не было обсеменения, не было загрязнения, выделениями соответственно, дикой птицы. То есть, закрывайте доступ к воздуху, чтобы доступ не был полностью изолирован. В этот момент дальше, соответственно, одежда. Те люди, которые ухаживают за птицей, или вы сами лично ухаживаете, то есть, необходимо понимать, что нужна смена одежды. Той одежды, например, в которой вы ухаживаете за птицей, ее необходимо менять. И в той одежде, в которой вы ходите дома, она не должна быть одна. То есть, позанимались птицей, сделали соответственно все мероприятия, поухаживали, поменяли одежду. Это может быть и одноразовая одежда, и вообще другая одежда. Поменяли одежду, пошли заниматься своими делами. День стоит. Реально так подробно не надо нам рассказывать. Спасибо за информацию. В счете это уже прошли частные моменты, когда владельцам домохозяйств, которые занимаются непосредственным содержанием птицы, это уже наверное важно. Для нас именно важно было понять какая ситуация и как себя немножко вести в этой ситуации. Сейчас, минутку. Наталья Сергеевна, вот с точки зрения Вашей, Вас как специалистов, Сказала коллега, что случай заболевания человеком не зарегистрирована этим гриппом, но эпидемиологи всего мира, они, конечно, беспокойны тем, что вирус гриппа мутирует, перекрещивается, и может получиться так, что этот вирус даст начало новой даже пандемии. будет настолько заразным для человечества, но пока слава Богу этого не происходит. И опасаться в этом плане не надо, но все ограничительные мероприятия, конечно, и все мероприятия, необходимые для изоляции человека, нужно делать, и это делает Российскорснадзор. Единственное, что у меня такой вопрос, а какие-то документы по этому вопросу спускались на уровень администрации, потому что по нашей линии ничего не было, нас это не коснуло, а вот по вашей линии. Что имеете в виду? Ну, постановление, вот вы сейчас подробно все это рассказали, это нужно все как-то облегчить в какую-то доступную форму и разместить в газете, для того, чтобы у нас же есть люди, которые содержат птиц своих в частных подворьях, чтобы люди знали, то есть это как-то все статью какую-то, информацию, вот это желание было излечить от вас. И еще у меня вопрос, а источник-то был установлен, откуда был занос на первую ферму? Сейчас, соответственно, по поводу смены, это смена Сергея-Косовская района. Официальный источник пока не установлен, но над этим вопросом до сих пор еще занимаются, разбираются, потому что подключены и правоохранительные органы к этому вопросу, потому что ситуация достаточно такая. То есть вопрос еще в процессе, выяснение неудача а природные очаги это все-таки дикая птица синантропная птица они также заболевают они также погибают и переносят являются ретеруаром на долгие годы они даже могут поесть без симптома и они переносят действительно то, что опасно что они переносят на далекие расстояния точка здесь возникла через несколько сотен километров возникает неоткуда возьмись другая точка то, что я уже сказал что документы необходимые для наложения ограничительными мероприятиями отправлены в администрацию губернатора Московской области то есть пока на данный момент мы их сами еще не получили то есть это все в дальнейшем пока на данный момент хорошо подскажите есть ли у вас какая-то статистика сравнительная я так понимаю что у нас же не первый раз такая вспышка она наверняка в прошлом году была есть ли сравнительные характеристики например поднешь в 2016 году кого сейчас про возрастающую бывающую на данный момент пока за собой данной статистики у меня под рукой нет но хочу сказать что у нас в Московской области внимание гриб птиц он регистрировался не часто и вспышки вот такие возникают достаточно редко в 2007 году была последняя вспышка в Московской области по южным регионам да сейчас даже южные регионы они достаточно говорят красным как выражают все территории красным то есть часто он возникает и второй вопрос вы сказали о том что продажи неизвестно что у нас действительно очень много частных владельцев которые и для себя и даже на продажу содержат птицу вот вы сказали о том что сейчас введен контроль за продажей особенно цыплят потому что весна на дворе не санкционированы а есть ли ограничения по санкционированной продаже на время на время после того как выйдет постановление наложение ограничительных мероприятий там будет указано какие виды ограничений пойдут один момент второй момент по санкционированным в любом случае там будет это звучать что ограничивается да или запрещает совсем продажа во-первых птицеводческая продукция во-вторых нужно уделить внимание то что птицеводческая продукция должна быть в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов обязательно не то что частный владелец собрался соответственно 10 куриц продать пошел на ярмар и продал нет такой процесс осуществляться не должно есть государственный контроль выписываться сопроводительных документов соответственно исследуются эта продукция исследуется соответственно на основании документов выписываться то есть там у вас передать благополучи что инфекции никаких не найдено хорошо давайте уже закончим потому что и так страх уже нагнали друг на друга сейчас подумаешь покупать яйца или покупать курицу или не покупать но тем не менее все таки каждый из нас учитывая что мы все являемся руководителями определенного уровня мы должны в том числе несем ответственность за безопасность наших жителей за их комфортное проживание эта ситуация она является одной из составляющих безопасности наших безопасности и здоровья наших людей поэтому сегодня мы посчитали необходимым эту ситуацию довести наших жителей мы хотим поблагодарить вас за подробный рассказ сейчас прямо подойдете к Светлане оставите координаты и чтобы если было необходимость какую-то информацию получить чтобы мы получили все спасибо мы вас больше не задерживаем и решили что сплата не то что мы все все что все что все Продолжение следует...